Сегодня мы в одном из парков Марселя. Вообще Марселя я не люблю, но парк должен быть крутым. Он здоровенный, не знаю, обойдем ли мы его сегодня весь, но что обойдем, я покажу. Ссылку на него я оставлю в описании, кому интересно, тот сможет найти. Продолжение следует. Продолжение следует. Здесь на территории этого парка есть несколько музеев. Мы сегодня их посещать не будем, потому что у нас очень мало времени. Но парк, конечно, сказочный. Как бы я недолюбливал Марсель, но все-таки двух с половиной тысячелетняя история. Великолепная архитектура не могут не заставить себя наслаждаться всем этим. Поднимаемся дальше. Ну и, честно говоря, создается у меня легкое впечатление, что вход в парк это вообще самое шикарное, что во всем парке может быть. Может быть, это впечатление обманчиво, может быть, там что-то еще будет интересно, но пока что так. Тут рядом с парком есть планетарий. Не знаю, есть ли у него вход из парка, но вход с другой стороны есть точно. Достаточно много скульптур, всяких разных. Это, наверное, все, что тут можно посмотреть. Сам парк, ну, такой, достаточно неухоженный, газонов нет, дорожек особо нет, дырки везде. Ну, классический Марсель. В самом парке, конечно, все запущено. Куча мусора. Как ни странно, нет никакой рыбы. Обычно в любых лужах плавают карпы трехкилограммовые, а тут нету даже малька никакого. Такой потенциал у парка, конечно, очень большой, но реализация оставляет желать лучшего. Центр парка находится на горе, вот куда-то на горе есть или источник, или туда воду подают, я не знаю. Со всех сторон по кругу стекает вода, фонтанчики, водопадики, ручейки. Все очень красиво, но реализация всего этого никакая. Очень много отдыхающих, детей. Вон там вижу какой-то вроде бы зоопарк, сейчас пойдем посмотрим. Много лавочек. Прошли дальше, типа в якобы зоопарк. Вот такое, конечно, тут печальная картина. Вроде бы когда-то что-то здесь, наверное, было. Но если я правильно понимаю, уже очень давно здесь ничего нет. Судя по табличке, наверное, тут когда-то жила панда. Но это было очень давно. Ну, такое. Ну, такое. Тут тоже когда-то кто-то жил. А сейчас не живет никто. То есть когда-то, наверное, это было интересно. Задумка, наверное, была неплохая. Но я понимаю, что очень давно никто всем этим не занимается от слова вообще. И это очень грустно. Там вон еще какие-то клетки дальше есть. Люди что-то смотрят. Я думаю, кто-то там все-таки живет. Сейчас пройдем посмотрим дальше. В самом парке очень много бомжей. Так вот где-то стирают вещи. Сушат на деревьях. Со шмотками. Палаток вроде бы не видел вокруг парка. Видел палатки с бомжами. В самом парке вроде бы нет. Но опять же пока нет. Ну, честно говоря, я так понимаю, весь зоопарк выглядит приблизительно вот так. Жена у меня высказала мнение, что это типа пропаганда того, что животные не должны быть в клетках. Но, ну, такое. Поставьте тогда животное где-нибудь тут. Сделайте просто статую. Зачем вот это вот? Ну, блин. Это все. Ну, это же какая-то ересь. То есть у вас тут когда-то были животные, и вы решили таким вот образом сэкономить на их содержании? Или, ну, как это все работает? Как это все работает? Какая-то же цель всего этого есть? Какие-то же мысли были, когда это все делали? Да. Вот животное. Зоопарк. На воле. Много детских площадок. Много детей. Много отдыхающих в Тиньке. Но смотреть особо нечего. Великолепный, конечно, центральный вход. И за ним смотрят, за ним ухаживают. Там регулярно проводятся какие-то работы. Сейчас там облагораживают растения. Вот. Но внутри парка, конечно, у нас очень много парков, даже в районных центрах существенно ухоженнее и красивее, чем вот этот вот парк в Марселе. Хотя Марсель огромный город, многомиллионный, но парк такой. Такой. Нашли тут туалет. И знаете, что мне все это напомнило? Старые советские базы отдыха. Прям и внешний вид, и запах, и антураж, вообще все. Это, конечно, отвратительно. Вот такого в Марселе много. Фашистских значков, серп и молот, СССР, граффити. Такое, короче. Культурный центр. Возле каждой вот такой вот клетки, да, мы их прошли еще несколько, есть такие таблички. Я так понимаю, что здесь написано, что здесь кто-то когда-то жил. А потом, я так понимаю, решили просто сэкономить финансирование парка и убрать животных. Знаете, этот парк, ну, он очень хорошо характеризует сам Марсель как город. Здесь красивая картинка, красивая обложка, большая, богатая история. Очень старая и, казалось бы, интересная. Но это все только фасад. Когда заходишь внутрь. У меня даже не хватает слов все это описать. Очень похоже на какое-то старое, заброшенное, постсоветское. Ну, вот у нас очень много постсоветских парков, за которыми никто не следит. Туристические баз, которые, типа, там, 50 плюс лет. Вот это вот вся история. Это все вот внутри. Гадкая, неухоженная, свалю тырка, хванючие туалеты. Бомжи. Мусор. Откровенно говоря, даже в Украине намного больше, более ухоженных, красивых памяти у парков, у которых намного меньше потенциал, чем в конкретно этом месте. Здесь потенциал огромный. Деньги у страны, у города есть. И почему за всем этим не ухаживают, за всем этим не следят и не развивают, я не понимаю. Даже в маленьких деревнях во Франции парки намного интереснее. В том же Ере парк с павлинами. В том же Туломе несколько парков. У парков водопады, какие-то бассейны, какие-то озерца, фонтаны, рыба, птицы. Все, все красиво. Тут потенциал огромный. Реализация вообще никакая. Никакующая. Я, наверное, могу настоятельно рекомендовать посетить саму центральную часть, парадный вход. Но сам парк внутри не стоит посещения абсолютно. Здесь, конечно, великолепно. Здесь просто волшебно. Парадный вход выполнен. Просто сказочно. Но мне кажется, что это все остатки былой роскоши, потому что это все не построено сейчас. И Марсель просто пользуется тем, что у них осталось. Ну, очень похоже, я же говорю, на постсоветское. Постсоветское пространство, когда раньше что-то было. Потом на это забили. И больше это никому не надо. Ну, и как бы вот. Вот. Тоже. Богатая страна, богатый город. Много туристов, много всего. И много мусора. Жалкая картина. Жалкая картина. Гулять есть чем гордиться, чем любоваться. Но в целом устройство города неухоженное, грязное, вонючее. Меня это всегда расстраивает. Ну, вот честно. Когда у вас есть деньги, есть огромный потенциал, есть большие возможности, но вы всем этим не пользуетесь. Все это херите. Ну, собственно говоря, все. Снимать тут больше нечего. Из увиденного. Я настоятельно рекомендую посетить центральный вход. Это великолепно. Тут. Ну, есть на что посмотреть, есть чем полюбоваться. Ну, и как бы вовнутрь идти вообще не советую. То есть, если центральный вход на 9 из 10, то внутри, ну, типа на твердую троечку с плюсом, не более того. И после того, как вы проходите вот это вот все, заходя внутрь, это заставляет вас только разочароваться во всем. Ну, как бы, вот это ты видишь картинку, и ты чего-то ожидаешь от того, что будет внутри. А внутри нет ничего. Ну, на этом, собственно говоря, на сегодня все. До новых встреч вам всем.